здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала сегодня с вами поделюсь рецептом медового бисквита сегодняшний мой бисквит будем выпекать не в духовке а в кастрюле на газовой плите сегодняшним рецептом я решила с вами поделиться по просьбе моей постоянной зрительницы сегодняшний бисквит я буду выпекать вот в такой алюминиевой кастрюле дно кастрюли я накрыла пергаментной бумагой бумагу я взяла два слоя нам для этого рецепта еще понадобится вот такое приспособление называется рассекатель для огня это ставится непосредственно на конфорку и огонь через вот эти дырочки равномерно распределяется по дну кастрюли и бисквит выпекается равномерно дно кастрюли и бока кастрюли я ничем не смазала это пока оставим в сторону для сегодняшнего рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты яйца которые я заранее отделила на желтки и белки мука сахар мед сода лимонный сок разрыхлитель и ванильный сахар в кастрюле с толстым дном разогреваем мед с сахаром сахар я добавлю около 1 столовой ложки от общего количества на медленном огне растапливаем мед с сахаром до полного растворения сахара мед с сахаром полностью растопились теперь добавляем сюда соду перемешиваем появляется пена это происходит реакция с содой с медом оставим на помешиваем около одной минуты если оставите дольше цвет сильно потемнеет и снимаем с огня получается вот такой красивый цвет или это миску этой медовой массе дадим остыть и до комнатной температуры момент когда эту массу будем добавлять в тесто она должна быть уже остывшая до комнатной температуры медовую массу пока оставим в сторону пусть остынет сначала взобьем белки просто без ничего потом постепенно добавим сахар вот такая пышная белковая пена получилась теперь начинаем вводить сахар понемножку добавляю последнюю порцию сахара добавляю ванильный сахар меня с натуральной ванилью поэтому такого цвета добавляю сок лимона и после этого все вместе взобьем до пышных плотных пиков вот такие взбитые белки у меня получились миксер нам больше не нужен 2 столовые ложки белка добавим к медовой массе и это перемешиваем до однородности получается вот такая гладкая однородная масса очень красивого цвета это пока я оставлю в сторону и в белки начну водить желтки по одному и аккуратно перемешиваем муку добавлю разрыхлитель муку я заранее просеяла нужно хорошенько смешать и добавляем в тесто обязательно еще раз будем просеивать перемешиваем аккуратно снизу вверх чтобы тесто не опало добавляем очередную порцию муки добавляем последнюю порцию муки у нас должно получиться гладкая однородная масса из комочков и теперь сюда добавлю медовую массу тоже перемешиваю до однородности получается вот такое однородное пышное бисквитное тесто моя кастрюля диаметром 22 сантиметра у кастрюли тонкое дно и тонкие стены так тесто равномерно распределяю в кастрюле вот на такой маленький огонь я поставлю рассекатель для огня сверху поставлю кастрюлю кастрюлю сначала накрою полотенцем потом крышечкой и сверху поставила груз чайник с водой вот так выглядит моя конструкция бисквит приготовится в течение часа от 50 до 60 минут по истечению этого времени нужно открыть крышечку и посмотреть если бисквит сверху сырой то есть он еще не готов нужно закрыть крышечку и оставить на огне еще около пяти семи минут 55 минут сейчас открою посмотрим в кухне уже чувствуется запах и готового бисквита бисквит уже готов сверху бисквит сухой с боков он уже румяный отключу плиту и сниму с огня вот такой очень воздушно очень красивого цвета у нас получился медовый бисквит он уже готов палочка выходит без следов сырого теста переверну на решетку и дам остыть около 10-15 минут потом извлеку из кастрюли вот такой очень мягкий пушистый бисквит у меня получился вот такой бисквит у меня получился очень красивого янтарного цвета он получился высокий высотой 9 сантиметров и диаметр бисквита 22 сантиметра это бисквитное тесто можно выпекать и в духовке температура духовки 180 градусов приблизительно 35-40 минут форму можете взять и 22-24 сантиметра до сборки торта бисквиту желательно дать хорошо дозреть как минимум 8 часов прошло 12 часов и бисквит хорошо настоялся мякиш у бисквита стабилизировался теперь порежу и посмотрим как он выглядит внутри вот так выглядит бисквит внутри он очень мягкий пористый очень ароматный гентарного цвета у бисквита насыщенный медовый аромат и такой бисквит очень хорошо подходит для любого медового торта берите ваш любимый крем любую начинку и у вас получится вкусный замечательный праздничный торт инвентарь для этого рецепта очень доступный всего лишь простая алюминиевая кастрюля и рассекатель для огня которые можно купить в любом хозяйственном магазине вот таким оригинальным способом без использования духовки у нас получился такой превосходный бисквит кстати на моем канале есть еще бисквит белый классический тоже в кастрюле рецепт есть и есть рецепт шоколадного бисквита тоже в кастрюле ссылку на эти рецепты вы найдете в описании под этим видео зайдите посмотрите может эти рецепты тоже вас заинтересуют таким был мой сегодняшний рецепт надеюсь он вам понравился подписывайтесь на мой канал пишите комментарии ставьте лайки это будет ваш вклад в развитие моего канала а я как всегда желаю вам удачного дня отличного настроения мирного неба и до новых встреч удачного аппетита Субтитры сделал DimaTorzok